добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о дисциплинировании первое и очень важная составляющая дисциплины это личный пример и когда я говорю о личном примере я не говорю уже знаете о той модели поведения которую мы должны показать нашим детям я говорю о том что мы должны быть теми людьми которые устанавливая определенные правила в семье сами в первую очередь эти правила исполняем это очень важно потому что дети обладают гиперчувствительностью к любого рода несправедливостью я думаю что если у вас есть дети особенно если есть не один а несколько детей то вы прекрасно знаете фразу почему ему можно а мне нельзя или почему я а не он вот это все возникает на фоне либо отсутствие каких бы то ни было правил либо на фоне когда эти правила нарушаются отцом то есть тем кто должен быть столпом да гарантом конституции семьи для нас очень важно быть теми людьми которые устанавливая правила в первую очередь сами их выполняют и делать это необходимо очень я бы даже сказал нарочито на показ то есть говоря показывая детям особенно когда они маленькие смотри сынок там посмотри доченька я делаю это например у нас есть правило в семье до каждый моет посуду сам за себя когда вы покушали вы берете эту тарелку веришь доченька там сынок пошли мыть вместе посуду и ребенок видит понимает что вы являетесь тем человеком который выполняет установленные правила но есть еще один аспект личного примера в дисциплинировании если мы с вами установили правило что ребенок будет обязательно наказан за тот или иной проступок за нарушение тех или иных правил то в обязательном порядке необходимо чтобы вы сами несли ответственность за абсолютно те же поступки то есть если вы не помыли посуду так вам должны быть применены ровно те же самые меры дисциплинарного воздействия которые будут применены к ребенку в случае если он не помоет посуду и это очень важно каждый раз когда мы с вами говорим о дисциплине мы должны понимать что существует вот этот фон справедливости если его не будет то мы с вами очень много потеряем если еще одна очень важная вещь которая должна быть важно не само наказание важно вот та атмосфера да в которой все это происходит если мы наказываем ребенка в атмосфере любви это будет воспринято должным образом если же эта атмосфера раздражения и отсутствие любви то мы с вами получим совершенно обратный результат но если же мы с вами наказываем ребенка в атмосфере несправедливости то есть вам можно а ему нельзя то мы с вами воспитаем разбалансированную личность человека который очень долго будет определяться что хорошо что плохо